Моя икона Моя икона, которая принадлежит всем православным, нашей православной церкви. Я только этой иконы хранитель. Но по благословению икона еще заблагоухала и потом изомироточила еще до прославления царя и его благочестивой семьи. Но по благословению трех старцев – Кирилла, это Павлова, отца Николая Сустрова-Залит, Гурьянова, и европейский монаха Рафаила, икона, они, не сговариваясь, это было в разное время, они дали такое поручение, что ли, или благословение дали, что надо ввести икону по храму, и там, где возложат на нылой, потому что, повторяю, икона еще, государь не был прославлен для поклонения верующих, там надо оставлять эту икону. И так из храма в храм. Икона так и путешествовала, она провела большие расстояния, проехала. Во-первых, икона облетела крестным ходом вокруг России. Икона была во Владивостоке и в Крынграде. Но была за границей. Была в Париже, в Бельгии, в Голландии, в Греции. На фоне дважды была икона в Австрии, в Австрии, в Сербии. Побывала везде икона, ее встречали очень торжественно. И к иконе прикладывались православные люди. Ну, по благословению владыки Елисея. И в этот юбилейный, сегодня ведь юбилейный юбилей, столетие со дня расстрела, убиения святых царственных мучеников. Обычно мы в этот день, мы бываем в Екатеринбурге. Но в этот раз, вот решили, с тем, что устанавливается здесь памятник, бюст Николаю Александровичу Второму, мы решили приехать сюда. И вот эта икона так и оказалась в этом замечательном храме. Аналогичная ситуация была в Петербурге, когда был крестный ход, посвященный прославлением мученикам, исповедникам, которые были родом из Санкт-Петербургской епархии. И было очень много, там тысяч 10 было примерно. Я помню, это было в ноябре месяце, мы пересекли Невский проспект, большевики остались в сторонке и ждали, когда мы пройдем. И вот в этот день, как раз уже после, так сказать, Этаса, был дождь. Сильный дождь, настоящий петербургский дождь. И я думаю, ну, я откровенно говоря, ну так подумал, извините меня, я говорю, что я, Господи, прости, мой друг. Я говорю, спасибо, сейчас с дождю, сейчас все разбегутся, и я не буду стоять с иконой. Потому что с иконой стоял, правда, батюшка, а я держал над ним, значит, зонтик. Но оказалось, никто не ушел, все приложились к этой иконе. В Петербурге вообще особенное почитание государя, особенное почитание государя. Так что вот это не только сегодня. Я очень рад, я очень рад тому, что здешние люди, казаки, не ушли. Вот, очень приятно было. И караул почетный, как говорится, и очень умиляют меня дети, казачки. Значит, растет смена, растет смена. Вот. Очень рад, что казаки подарили шашку игумену Петру. Он говорит, ну я же священник, что мне шашка. А я напомнил, кстати, напомнил тогда, что черные сотни восставлял монах, так же, как отец Петр, вы. Вот. Черные сотни надо набрать, и по помощи казакам. Казаки за царя, а вам надо набрать свою сотню, и этой сотни вы будете защищаться, будем защищаться. По крайней мере, храмы рушить мы не дадим больше никогда. Меня не устаю удивляться тому, как встречают вообще люди икону, и как они ведут себя в храме, и как они находятся вне храма. Горы грязи, море лжи вылили на нашего последнего государя. И это... А народ-то идет, и много народов. И это же просто, я не знаю, сколько, ну, тысячи две, наверное, сегодня, а может быть, и больше даже было людей. По крайней мере, в храме нельзя было встать, в храме. Стояло очень людей много на улице, туда же провели радио, чтобы могли слышать, как идет служба. Вот. И меня это... Значит, что-то у нас подсознательно, как у нас не вытравливали, вот это я говорю, ложью и грязью, на генетическом уровне у нас чувство любви к своему государю, к своей родине, к своему отечеству, к своей стране, к своему народу у людей осталось. Вот это очень важно. Это я сделал такой вывод. Ну, это мой личный... Ну, я думаю, что это не только мое мнение, я думаю, что у многих такое чувство возникло. Так что... Думаю, все будет хорошо, думаю. Все будет хорошо. Придет время, Россия встанет, распрямится своей... Она всегда распрямлялась, вставалась с колен, смотрела всегда наверх к Господу, обращали взоры свои и мысли свои. Вот. А все разговоры о том, что мы... Русский народ пьяница, пьяница, русский народ ленив, это чушь несусветная. Я, извините, прям в храме тоже сговорю такие слова-то... Это вот так с пьяну, с печи взяли, да, освоили землю от Балтийского моря до Тихого океана. От Памира до Северного ледовитого океана. Вот просто так, понимаете, вот, ну, с пьяну, понимаете, вот выпили, закусили, поспали, потом раз и пошли. Вот эта вот ложь, которой нас кормили все время, что мы вот пьяни, что мы не умеем... Мы все умеем. Наш народ дал величайших деятелей культуры, культуры... Это и композиторы наши. Я не буду перечислять, потому что не хватит у меня пальцев писателей, художников, архитекторов. Храм Покрова-на-Нерли, вот с моей точки зрения, я считаю, это бриллиант чистейшей воды, которой ни с чем сравнить его, ни с одним архитектурным сооружением не смогу. Это потрясающе. Я его и видел на картинках, но я был около этого храма, я просто... Такое впечатление, надо было снимать обувь, заходить туда. У меня вот такое было впечатление. Прямо сними обувь, заходи. И для стен не дотрагивайся, потому что испачкаешь. Вот такое у меня было. Так что все у нас будет хорошо. Я верю. Жаль, что в эту прекрасную пору я не доживу. Мне все-таки восьмой десяток уже идет. 87-й год. Скоро 87. Но очень хочется одним глазком посмотреть на православную, святую Русь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok